День. 1919. Алекс на связи. Для управления освещением я использую умные выключатели. Но у меня есть еще несколько устройств. Которыми можно освещать. Например, у меня есть умная лампочка. Я ее купил в самом начале, когда только начал строить умный дом. Это лампочка от E-Lite. Рекламируется она очень классная. Все умеет, все может. В жизни, конечно, есть некоторые сложности. Но и в итоге такую лампочку я приобрел для того, чтобы на балконе ее закрепить светильник. С светильник с металлическим напылением изнутри. Медным. Вроде как эффект заката дает. Ну и я думаю, что эту лампочку поставить тоже такого же вида. Которая может менять цвета и добавлять такой эффект. Но в итоге лампочка конечно дает такой эффект на самом деле. Потому что без нее я пробовал обычные лампочки ставить светодиодные и разные. Но они конечно не дают такой эффект. Потому что получается по сути такой теплый белый, а не эффект заката. Ну и в общем эта лампочка она умеет разные режимы поддерживать. Ну и я просто включаю в итоге. Перепробовал все виды цветов. Какие там можно включить. Ну для эффекта именно как закат. Просто это теплый белый свет. И в общем то получается примерно такой эффект какой нужен. Ну и яркость конечно этой лампочки тоже можно менять. В принципе в большом диапазоне. Ну по большому счету тоже ставлю самую низкую яркость. Это вполне достаточно для такого эффекта. Конечно если захочется там не как-то чтобы светло стало на балконе например что там делаю. То конечно можно не включить и белый свет. Сделать там вообще холодный или еще какой-то такой прямо совсем. Но и еще яркость можно выключить на максимальную. Но в этом режиме все равно яркости недостаточно. Все-таки эта лампочка больше рассчитана для каких-то такой фоновой подсветки. А не как основная. Какой-то светильный. Ну и она такая довольно крупная. А греется она очень сильно. Прямо вот ее там после несколько времени использования. Даже там может быть на минимальной яркости. Уже невозможно взять в руку. Если допустим решил открутить. Ну и в этой лампочке конечно есть и достаточно минусов еще. Это то что эта лампочка работает по Wi-Fi. И в общем то ее нужно подключать именно к Wi-Fi сети. И само подключение оно не очень удобно. Прямо там какой-то сложный процесс придумали. Это надо пять раз моргнуть это лампочкой. Ну то есть понятно что она должна быть как-то подключена к сети. И там должен быть способ моргать. То есть обычно ее понятно устанавливают светильник. Есть еще выключатель старый который обычный например. И на этом выключателе можно эту лампочку включать или выключать. Но понятно что если ее выключить выключателем. То она уже теряет все свои функции умные. Она просто обестачивается и вообще не будет никак работать. Но поэтому ее обычно держат в включенном режиме. Ну а самый правильный способ это просто выключатель брать. И напрямую правда замкнуть. И тогда она всегда будет работать в умном режиме. То есть выключаться или включаться за счет внутренних там схем. А не за счет внешнего выключателя. Ну и в итоге поскольку у меня так сделано. И нет возможности как-то ей управлять. Приходится пойти там электрощитки. Включать или выключать несколько раз. Но поскольку эта лампочка на электрощитке не на индивидуальной линии подцеплена. А все-таки там еще у меня на кухне свет тоже через нее подключен. То получается моргать начинает пол квартиры. Конечно это не очень удобно. Самый крутой способ перепривязать эту лампочку. Это просто выкрутить ее оттуда. Воткнуть какой-нибудь патрон. И там в настольную лампу например. С большим цоколем. И уже на этой лампочке поморгается пять раз. Потом когда она войдет в режим сопряжения. Ее подключить. И потом уже можно открутить. Воткнуть его обратно. Куда надо. И уже там она будет работать столько сколько нужно. До следующей перепривязки. У меня возникала такая необходимость. Один раз лампочка просто потеряла Wi-Fi сеть. И уже никак не хотела подключаться обратно. Пришлось просто его опять в приложение добавлять. Заново все делать. Но обычно конечно она более-менее нормально работает. И можно пользоваться. Но само взаимодействие с лампочкой очень сложно. Она хоть и во многих приложениях добавляется. Например в приложении Xiaomi Mi Home. Она тоже сразу появляется. Очень много ее разных других приложений тоже распознают. Поскольку она Wi-Fi. Она там вещает в сеть. И в общем то все что умеет работать с Wi-Fi сетью. Оно легко и быстро находит. Например. Apple HomeKit тоже прямо находит сразу эту лампочку. И в принципе тоже можно с ней работать. То есть она там добавляется. У нее все режимы уже появляются. Ну и в Mi Home тоже она там сразу быстро добавляется. И нормально работает. И даже например в Home Assistant она тоже сразу определяется. Ее предлагается добавить. Ну в принципе так и можно сделать. Это самый простой способ. Чтобы эту лампочку подключить. То есть она там все режимы будут работать. И понятно что ее также можно легко и подключить. Еще в экосистему Яндекса. Ну там через интеграцию. Если она сама не нашлась. Тоже можно ее будет добавить. Практически все режимы работают. Ну там нет каких-то специфичных режимов. То есть есть там органы типа сигнализации. Включается или выключается. Разные цвета можно включить. И там разные оттенки белого. Диммирование сделать. То есть в принципе такие основные режимы. Если напрямую с этой лампочкой взаимодействовать. Как у меня сделано. Там есть отдельная утилита. Ну тут уже совсем все. Сложно получается с этой лампочкой подключиться. То есть она не имеет каких-то там DIY режимов. То есть нет возможности там к ней по IP адресу зайти. И что-то там сделать. Ну в общем умные люди нашли как это сделать. В общем такую небольшую утилитку написали. Ставится дополнительный компонент. Ну в линусе конкретно. И после этого можно будет эта лампочка в принципе управлять. Она и там статус свой отдает. И возвращает. И в общем все команды выполняет. То есть в принципе я так ее использую. То есть она у меня через эту интеграцию сделана. Как раз если мне нужно будет. Минус у этой лампочки. Один из самых больших. Это то что она после пропадания электроэнергии. Или при отключении Wi-Fi. Она переходит в режим включена. Причем у нее есть опция. Что можно там настроить. Чтобы она после воздопновления энергии всегда включалась. Ну и выключалась наоборот. Но даже в этом случае она все равно будет включаться. То есть у нее какой-то очень странный там алгоритм. Памяти ненадолго хватает как у рыбки. В общем я уже много раз замечал. Что просто мне там звонят и говорят. А вот лампочка горит. Ну причем нет нормального способа ее выключить. Потому что выключателя-то нету. То есть это через систему Умного дома. Надо правильно сказать название этой лампочки. Например через там Яндекс. Если переключать. Ну либо там на Dashboard нажать кнопку. То есть очень такие разные сложности. Я для этого еще сделал дополнительно сценарный выключатель. Тоже на балконе. Который завязал на эту как раз интеграцию с этой лампочкой. Чтобы этот выключатель беспроводной. Он работает по Zigbee. То есть получается он там в систему Умного дома добавлен. Оттуда идет команда. Соответственно сначала в Home Assistant у меня. А потом через него уже идет сигнал на эту лампочку. Включить или выключить. То есть каких-то других режимов я на выключатель не делал. Хотя конечно можно придумать. Мне не надо. Но по большому счету. Это такая довольно хитрая интеграция получилась. Ну и я объяснил всем. Что вот средняя кнопочка на выключателе. Означает включение этой лампочки или выключение. Но часто бывает. Что она просто действительно в выключенном режиме. Находится. И ничего с этим не поделать. Есть еще тоже пульт от E-Lite. Я его покупал. Ну во-первых думал. Что он там со светильниками. E-Lite нормально взаимодействует. Но вот с лампочкой он не умеет. То есть это именно люстры которые. И то не все. Некоторые могут нормально работать. Которые по Bluetooth. Взаимодействие прописано у них. А у тех которых нету Bluetooth. Соответственно они не могут. И лампочки. Конкретно лампочка тоже к этому относится. И никак с ней там взаимодействовать не получится. То есть это. Я взял этот выключатель. Его через ESP32. Там. Сделал интеграцию. Добавил там систему умного дома. И тогда уже с помощью этого выключателя. С помощью всех этих там сложностей. Сделал так. Что просто могу этой лампочкой так же управлять. Ну там уже я сделал больше. То есть этот выключатель. Я полностью задействовал на управление этой лампочкой. Там можно диммирование делать. То есть просто поворачивая лево-право. На этом диммере. И light. Соответственно яркость добавляет. Убавляет. Сделать. Можно на диммере нажать кнопку. И повернуть. Тогда яркость добавляется на максимум. Если в обратную сторону минимум. Ну и там множество нажатий. Разные. Причем сам диммер. Он вообще не имеет никаких ограничений. Можно хоть 30 раз подряд нажать. И он это отработает. Вообще прекрасно. То есть можно там разные сценарии настроить. Например яркость там. Ну цвет допустим такой. Другой. Там красный, зеленый. Как бы хочешь. То есть в принципе. Ну одиночное нажатие сделал. Просто там включается или выключается. В предыдущий режим. Ну в принципе удобно. У диммера есть некоторые сложности. И когда он там. Долго не используется у него. Там режим энергосбережения. То есть его нужно. Там один раз тык. Тон часа. Сработал. Там проснулся. И потом он начинает работать. Ну здесь уже ничего не поделалось. В общем. Вроде как. Если там диммировать. Например. То. Ну все равно там много действий. И там уже. Ну можно и в принципе и понажимать. А если включить или выключить. Ну понятно. Там нажал. Не включился. Ну нажал еще раз. Причем бывает. Довольно большая задержка. Во включении. И из этого. Конечно. Ну в принципе. Не понятно. То есть. Либо там. Второй раз нажал. Она включилась. И выключилась сразу. То есть. Такое тоже бывает. Ну в общем-то. Не очень. На лампочках. Ну. Из таких. Дополнительных. Светильников. У меня еще. Есть. Достаточно много ламп. Гайвера сделал. То есть. По схеме его. То есть. Довольно интересное решение. Там много чего умеет. Но. По большому счету. Я. Ну тоже. Там. Пробовал. Разные прошивки. И менять. И приложения разные. Ну. В общем. Мне новое. Ничего не понравилось. Я оставил старую прошивку. Самую первую. Практически. Я немножко. Подкрутил. Что мне нужно. Какие-то параметры. Дополнительные. Ну. И она в обычных режимах. Там. Работает. Там. Огонь показывает. Ну. И иногда. Там еще. Какие-нибудь. Спецэффекты. Если. Нужно на кого-то. Впечатление произвести. На каких-нибудь. Детей. Но. Взаимодействие с этой лампочкой. Тоже. Там. Довольно. Хитро. Мудро. То есть. В. Экосистему Яндекса. Там. Какую-нибудь добавить. Не получится. Mi Home. В Apple. То есть. Никуда она не добавляется. Сама напрямую. Хоть она и работает по Wi-Fi. Ей могла бы. Ну. Видимо. Там все равно. Протокол. Такой. Довольно. Непростой. Но. В Home Assistant. Есть дополнительный компонент. Можно его установить. Тогда. Она там. Хорошо добавляется. Можно даже какие-то эффекты переключать. Но. Не все. Там нужно многое настраивать. Первично. Чтобы прошивка была. Там. Корректно взаимодействовала. С. Этим драйвером. Home Assistant. Но. В принципе. Ну. Тоже можно нормально. Там эффекты переключать. Включать. Яркость менять. Там. Скорость эффектов менять. То есть. Много таких. Возможностей появляется. Ну. И. Можно еще. Конечно. Там. По сути. Диайвай режим есть. То есть. Можно по REST обитам напрямую. Там. Там. Включил. МКУТ режим. То есть. Через него. Тоже. Можно. Это все. Управлять. Но. В основном. Я. МКУТ использую. Конечно. Там. Тоже. Бывают. Сложности. Но. В общем. Это самый удобный способ. Ну. И. Дальше. Уже. 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 Есть. Уже. Везде. Эти лампочки. Доступны. Ну. И. Уже. 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 То есть. В принципе. Есть. Светугиодные. Но. Я. Уже. Уже. Думаю. В целом. Уже. Очень. Они деммируются и мне вполне удобно их использовать у себя в умном доме.